Добрый вечер! В эфире программа Бет-Пебет и я ее ведущий Александр Аксютис. Через три месяца в Алматы должна открыться Всемирная Зимняя Универсиада. Впервые она пройдет на территории СНГ. Организаторы утверждают, что спортивное действие станет рекордным по количеству участников. На него планируют приехать более трех тысяч человек из 56 стран мира. Впрочем, для многих, кто не погружен в эту тему, эти факты и цифры ни о чем не говорят. Чтобы разобраться, чего ждать казахстанцам от предстоящего мероприятия и зачем оно нам вообще нужно, мы пригласили в студию руководителя дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной Зимней Универсиады Наиля Нурова. Добрый вечер! Спасибо вам большое, что пришли к нам. Мой первый вопрос. Вы уже не первый руководитель дирекции Универсиады и назначили вас за 8 месяцев до начала самих игр. Очень интересное событие, потому что обычно на переправе лошадей не меняют. А в чем причина? Добрый вечер! Неожиданный сразу вопрос. Ну, собственно, наверное, в этом есть какая-то, да, то есть может быть нелогичность, а может быть все как бы сделано было достаточно правильно, потому что действительно первый руководитель, который был назначен еще пять лет назад, Илья Урозаков, достаточно известная, кстати, в медийных кругах личность, он, в общем-то, неплохо начал. Но другое дело то, что вот этот период пришелся как раз на нашу олимпийскую заявку, и она немного сломала, так скажем, порядок подготовки к Универсиаде. Если говорить точнее, Универсиада просто ушла в тень олимпийской борьбы, вы помните, да, за право проведения олимпийских игр зимних 2022 года. И поэтому нужно было, наверное, исправлять ситуацию, и был приглашен осед Абдуалиев, который, собственно, главное, что смог сделать, это вот, наверное, наладить отношения с Международной Федерацией студенческого спорта, которые были вот в связи, наверное, с вот этой олимпийской борьбой немножко испорчены. Блестяще с этим справился. Ну, наверное, я так полагаю, что когда надо было уже заниматься непосредственно спортивными вопросами, ну, собственно, пригласили меня. Моя-моя версия. Для меня странно, почему вас сразу не назначили, потому что, если посмотришь на вашу биографию, вы по специальности тренер. Вы много лет проработали в Институте физической культуры, возглавляли КАС спортобеспечения, дворец спорта имени Балуана Шалака в Алматы, высокогорный каток Меде, управление туризмой и спорта в Алматы, дирекцию седьмых зимних азиатских игр 2011 года, руководили ледовым дворцом Алау в Астане. Я думаю, что за универсиаду нам вообще переживать не стоит, да? Ну, знаете, как бы переживать надо, да, то есть бояться не надо, а переживать нужно. Вот. Ну, в общем-то, в тот период я все-таки без дела, так сказать, не болтался. Я руководил дворцом спорта Алау, очень достаточно известный спортивный объект, да, в Астане. Вот. Ну, как бы для меня это было новым вызовом, и как бы я взвесив все за и против, в общем-то, окунулся, наверное, в свою любимую работу. А на сколько процентов сейчас готовность к универсиаде? Наверное, есть смысл говорить о более чем 90 процентов. Самое главное, всегда все переживают за спортивные сооружения. Традиционно, когда говорят о подготовке к таким крупным комплексным спортивным соревнованиям, и не только, кстати, к спортивным, всегда переживают за спортивные сооружения. Они построены, они построены на три месяца раньше срока. Вот. Они выстроены очень качественно, значит, очень требовательно подошли к именно к качеству работ, к оснащению сооружений. Вот. Сейчас практически идет чистовая доводка. Я имею в виду не в части строительства, а в части спортивных технологий, да, монтируется оборудование. Вот. То, что называется полировка процесса. Вот. Поэтому, в общем-то, все по плану, все в срок. А иностранные специалисты уже смотрели наши объекты, универсиады, проверяли, насколько они подходят, насколько они соответствуют нормам и правилам? Мы постоянно находимся во взаимодействии, в таком, знаете, в постоянном контакте с Международным союзом студенческого спорта, ФИСУ. Вот. Они постоянно находятся здесь. И, конечно же, они все это видели. Они видели это в процессе строительства. Они видели это уже в готовом виде. Спортивные сооружения, конечно, вызывают восторг, да. Особые ощущения, конечно, его они... Вы же знаете, они такие люди очень эмоциональные. Вот. И, конечно, особые ощущения это от атлетической деревни. То есть, такой атлетической деревни не было еще в истории зимних универсиад. Однозначное мнение, что наша атлетическая деревня лучше атлетической деревни, которая была на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. То есть, по оснащению, по коммуникациям, по эстетике, архитектуре. Вот. Кроме этого, под, так сказать, контролем ФИСУ мы сегодня заканчиваем приведение в порядок существующих спортивных объектов. Вы знаете, что не только новые объекты Алматы-Арена и Халык-Арена будут задействованы в универсиаде, но и наш легендарный Медео, и Чимбулак, и комплекс лыжных трамплинов Сункар, и дворец Порта Балуан-Шалак, и лыжебиатлонный стадион Алатау. То есть, все это сейчас приводится в порядок. Более того, под универсиаду практически, можно говорить, реанимируется лыжный курорт Табаган. То есть, он был законсервирован два года. И вот благодаря универсиаде он сейчас оживает. Сейчас во многих СМИ поднимают проблему лыжной трассы рядом с комплексом трамплином в Алмате. Говорят о том, что уже после Азиады его построили, вложили 2 миллиарда тенге, и сейчас он оказался в плачевном состоянии, и даже на универсиаде его не смогут использовать. Это действительно так? Уникальный объект, даже можно говорить, уникальная идея, которая в свое время пришла к руководству города, к руководству Федерации лыжного спорта. Действительно, построив комплекс лыжных трамплинов в Сункар, не хватало лыжной трассы для того, чтобы замкнуть круг и проводить соревнования, в том числе и по лыжному двоеборью. И эта трасса была спроектирована, она была построена, она была построена в рекордно сжатые сроки. К сожалению, действительно, сейчас есть проблема. Проблема, наверное, возникла потому, что торопились, как обычно, торопились, хотели успеть, хотели сделать как можно быстрее. Были, надо это признать, были совершены в том числе и проектные ошибки. Ну и то, что называется, просто не повезло. Аномальная весна в этом году была. В Алматы выпало весной очень большое количество осадков. И то, что называется, трасса поплыла 16 разрывов. Но это, так сказать, это проблема, но это не трагедия. Сейчас принято решение о том, что трасса законсервирована. Ей то, что говорится, нужно отстояться. Отстояться. Акимат города достаточно быстро отреагировал на эту ситуацию для того, чтобы не пострадали игры универсиада. Вот программа лыжных гонок в программе двоеборья, она вот с этой лыжной трассы Сункар перенесена на лыжебиатлонную трассу в Алматинскую область. И, в общем-то, это компенсировало эту проблему. И я думаю, что программа игр не пострадает. Вы знаете, учитывая опыт Табагана, университета пролетит, а что будет с ними дальше? Вы уже думали об этом? Вы знаете, нам же есть с чем сравнивать. И есть что вспомнить. Хотя это было совсем недавно, пять лет назад. Мы провели азиатские игры. И мы можем смело же говорить о том, что ни один объект не простаивает. Да, есть очень специфичные объекты, такие как, допустим, та же лыжебиатлонная трасса в Алматинской области или комплекс лыжных трамплинов Сункар. Вот. Здесь очень сложно на таких объектах развивать массовые виды спорта. Очень, так сказать, узкий круг потребителя. Но, тем не менее, все остальные объекты очень активно работают. И сегодня даже упомянутый нами Ледовый дворец Алау в Астане является центром массового спорта в стране и самым посещаемым спортивным сооружением в стране. Вот. И, собственно, это, наверное, есть ориентир в той работе, которая сейчас ведется. И, кстати, Аким города, он Алматы, Боржан Байбек, он сегодня даже больше нацелен и озабочен не тем, как спортивные сооружения будут использованы во время игр. Ну, в этом он не сомневается. А именно, что будет завтра, что будет сразу после игр. И поэтому мы сегодня можем смело говорить о том, что и Алматы Арена, и Халык Арена это станут новыми центрами спорта в городе. Причем здесь однозначно мы руководствуемся адресным поручением главы государства, который еще после азиатских игр сказал, что все спортивные сооружения, которые строятся в стране сегодня, должны быть доступны не только профессиональным спортсменам, но и должны стать центром развития массового спорта. И поэтому сегодня, уже сейчас верстается расписание, где место должны найти и находят уже, да, и профессиональные спортсмены. Халык Арена станет домашней, допустим, площадкой для хоккейных клубов Алматы и Айсулу. В то же время, уже сейчас там начаты массовые катания. Алматы Арена станет вообще абсолютно универсальной, да, и не только спортивной, но и концертной площадкой. Вы знаете, да, что там уже прошел гала-концерт, посвященный тысячелетию Алматы. Там уже состоялся крупный большой концерт, да, музыкальный. Уже прошел профессиональный бой, который собрал 12 тысяч зрителей. Афиша, афиша даже до универсиады этой площадки уже расписана вся, да, уже занимаются борцы, уже готовятся к тренировкам, значит, пловцы, хореография и так дальше. То есть сегодня вот нет ни малейшего сомнения в том, что объекты, построенные к универсиаде, к универсиаде станут драйверами роста массового спорта в Южной столице. Вопрос человека далекого от спорта. Зачем нам вообще нужна универсиада? Ну, знаете, не оригинальный вопрос. Очень часто его задают. Вот. Но на самом деле на него не так сложно отвечать, потому что мы, я лично, да, то есть вот ни на секунду не сомневаюсь в полезности и в нужности этого дела. Такие проекты, как универсиады, азиатские игры, да, они, конечно, становятся точкой роста, да, точкой роста именно в развитии, в первую очередь, спортивной инфраструктуры. Вот я вот сильно сомневаюсь, да, не будь у нас вот этих двух крупных проектов, да, азиатские игры и универсиада, что в Казахстане, в Алмате и в Астане мы бы, да, получили такие спортивные сооружения, да. Вот. Универсиада, она, знаете, это всегда площадка для зажигания новых звезд спорта. То есть мы же не скрываем и очень четко говорим нашим, да, нашим слушателям, что универсиады — это соревнования студентов. Мы говорим о том, что да, к нам на универсиаду не приедут суперзвезды, да, потому что регламент таков игр. Но тем не менее, практически любую, возьмите, звезду спорта, эта звезда обязательно когда-то выступала на студенческих играх. И очень часто именно студенческие игры зажигали эти звезды, поэтому у нас есть возможность в первую очередь зажечь наши казахстанские звезды. Молодому поколению, детям нужны ориентиры, нужны вот эти, так сказать, путеводные, да, звезды в данном случае, на кого нужно ориентироваться, кому нужно подражать, да, потому что мы же сегодня говорим, что спорт — это модно, да, спорт — это престижно сегодня, да. И вот олимпийские игры дают нам этих звезд, но универсиада нам может дать их намного больше. Потом не нужно забывать, что мы продолжаем жить и держать, так сказать, в мечтах своих, в голове нашу олимпийскую мечту, да. То есть, да, мы проиграли в финале олимпийской заявки Пекину, совсем немного, да, нам не хватило, но это не значит, что эта история закрыта. Мы не говорим, что Казахстан, ну, по крайней мере, я сегодня неуполномочен говорить, что Казахстан, Алматы будет там в ближайшее время заявляться на следующие олимпийские игры. Но эта мечта жива, и мы сделали сегодня очень многое, практически все для того, чтобы эта мечта осуществилась. Когда-то нам говорили, что, ребята, для того, чтобы получить олимпийские игры, вам нужно сначала провести азиатские игры, потом студенческие игры, да, и мы это сделали. И вот остался маленький шажок. Вот. И таких, знаете, и таких, так скажем, мотивов для того, чтобы провести игры очень много. Но главное, я считаю, что все-таки молодежь должна, и в первую очередь дети, да, должны быть заражены идеей спорта, идеей спортивности, идеями здорового образа жизни. И вот универсиада – это один из очень сильных инструментов. А сколько будет представлять нашу страну спортсменов на универсиаде, и на какие призовые места мы можем рассчитывать? – Сегодня наша делегация предварительно составляет порядка трехсот человек, да. Это одна из самых больших делегаций. Практически мы представлены во всех видах спорта, ну, как хозяева, да, это традиционно. Вот. Сегодня наши спортсмены очень серьезно готовятся, да, ведь сложность еще в том, что сразу после наших игр, после универсиады, практически через 10 дней начинаются континентальные азиатские зимние игры. Практически сразу же начинаются, значит, отборочные различные международные соревнования к зимним олимпийским играм в Корее. То есть календарь очень сильно насыщен, да, и сегодня перед нашими тренерами, перед руководителями спорта стоит очень сложный выбор. Но однозначно приоритет делается в сторону универсиады, потому что нам очень важно, чтобы нашим соотечественникам было за кого поболеть, для того, чтобы вот появился этот примет гордости, появились наши чемпионы, появились наши призеры. И сегодня и Министерство спорта, и Министерство образования очень серьезно к этому готовится. Я думаю, что результат будет обязательно. Как вы думаете, в каких видах спорта мы можем удивить? Ну, традиционно, традиционно сильны наши хоккеисты-мужчины, да. Уже дважды наши сборные побеждали в студенческих играх. Это, пожалуй, самый успешный вообще хоккейный турнир для наших хоккеистов. Собственно, даже более успешный, чем азиатские игры. Вот. И на прошедшей универсиаде мы играли в финале. То есть это будет очень интересный хоккейный турнир, и мы надеемся, что наши мужчины выиграют. Мы очень надеемся на успешное выступление наших девушек-хоккеисток. Традиционно сильны наши лыжницы, наши биатлонисты и лыжники. Естественно, мы надеемся на очень удачное золотое выступление нашего, нашей примы, да, Дениса Тена. Есть, есть Галышева, есть Райхард. То есть, одним словом, есть за кого поболеть, да, и есть на кого надеяться, что кто принесет нам медали. А во сколько Казахстан вообще обходится универсиада? Конечно, это, это, это дорогое, да, то есть, дорогой проект. Ну, естественно, те уникальные спортивные сооружения, и не только спортивные, и атлетическая деревня, это достаточно затратные, да, то есть, объекты, затратные проекты. На строительство, значит, затрачено порядка 170 миллиардов тенге. Вот. На проведение, на организационные вопросы, значит, предварительно бюджетом было предусмотрено более 30 миллиардов. Но, знаете, еще раз подойдя требовательно, да, так скажем, в первую очередь, к себе, да, к своим, значит, к организационным вопросам, вот, организационному комитету, дирекции удалось сократить этот бюджет, который составлял 30 миллиардов, 32 миллиарда, сократить его практически в два раза. Сегодня операционный бюджет составляет 17,9 миллиардов тенге. Но скажу вам так, что это, это не финальная точка в части экономии, да, потому что мы для себя сразу определили, что университет должна быть максимально экономной, максимально аскетичной. Аскетизм экономный, такой демократичный подход к, он, в общем-то, свойственен студенчеству, всегда был, да. Вот, не нужно здесь проводить параллели с олимпийскими играми, даже с азиатскими, но все будет очень достойно, все будет очень достойно. Вот, и поэтому мы и сейчас уже продолжаем находить какие-то инструменты по экономии средств, и вот даже привлекая наших спонсоров, партнеров, нам удалось сократить еще один миллиард тенге, и эта работа продолжается. — А как вы думаете, какую часть этих средств страна сможет вернуть за счет визита сюда гостей иностранных, за то, что они здесь будут тратить? Такие расчеты делались? — Ну, вы знаете, проведение таких проектов, как универсиада, олимпийские игры, азиатские игры, это все-таки, наверное, говоря о возврате средств, наверное, нужно признать, что это длинные деньги, да, это инвестиции, которые не позволяют получить сиюминутного дохода. Хотя сегодня мы уже ведем активную продажу билетов, да, на все соревнования продаются билеты, цена, опять-таки, достаточно демократична, там, от 300 тенге до 15 тысяч на церемонию открытия. Мы планируем, значит, какие-то средства выручить от коммерческой активности, да, от продажи сувенирной продукции, от продажи лицензионных прав, вот. Но сейчас, говоря, допустим, о привлечении туристов, а мы декларируем сегодня цифру порядка 30 тысяч человек, мы, вы знаете, в общем-то, делаем акцент на то, что называется на внутренний туризм. Мы сегодня говорим и призываем, в первую очередь, наших соотечественников, да, приехать в Алматы и поболеть за своих, да, спортсменов. Приехать в Алматы и получить это удовольствие от универсиады. Это будет очень красивый праздник, да, как традиционно перед такими проектами город прихорашивается, да. То есть все службы города, весь Акимат сегодня занимается, занят подготовкой к универсиаде, не только наша дирекция. То есть город приобретет в эти дни особый облик, особый колорит какой-то, появятся какие-то очень интересные вещи в оформлении города. Самая главная атмосфера. Нам очень важно наполнить город атмосферой особенной. Вот этого студенческого спортивного праздника, студенческого спортивного фестиваля. Приедут посланцы более чем из 50 стран мира. Это универсиады, это диалоговая площадка, да. И вот говоря о привлечении туристов, еще раз говорю, что мы бы хотели, чтобы как можно больше приехало наших сограждан. Ну и, конечно, двери открыты для иностранных гостей, и мы сегодня уже их ждем. Сегодня готовятся все гостиницы города, да. Сегодня готовятся к приему гостей рестораны, музеи, выставки. Одним словом, город в ожидании. Алмата, он же, так скажем, да, по определению или традиционно является туристским центром нашей страны. Вот. И, так скажем, эти тропинки туристские, они достаточно хорошо уже, да, утоптаны. Вот. Я думаю, что сегодня мы, говоря о каких-то кризисных ситуациях, да, мы, наверное, в первую очередь думаем о безопасности, да. Потому что сегодня это тренд такой всемирный, да. И мы очень серьезно к этому готовимся. Я говорю о мы, я говорю об организационном комитете, о силовых структурах, которые сегодня задействованы. Ну, по большому счету, на одного гостя пройдется порядка двух человек, которые обеспечивают их безопасность, да. Это вот так вот на вскидку. Вот. Но, с другой стороны, очень важно то, что называется не бряцать оружием, да. То есть, показать, что мы мирная страна, а так оно и есть, да. Вот. И что, действительно, наши гости находятся в зоне абсолютной безопасности, да. Что сегодня можно, по Алма-Ате можно гулять вечером, да. Что можно посещать любые заведения, да. То есть, самого различного типа, самого различного спектра. То, что называется, на выбор. Вот. Поэтому, вот, пожалуй, акценты на безопасность. На безопасность. Есть какие-то еще спортивные, да, так скажем, нюансы, мотивы, но это немножко другое. Ну, что ж, будем надеяться, что университет принесет победы не только нашим спортсменам, но и всему Казахстану. Спасибо вам большое еще раз за это интервью. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Уже через несколько минут она будет доступна на сайте телеканала Хабар. До новых встреч в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА